Война за независимость Беафра Конфликт, также известный как Нигерийская гражданская война, июль 1967 по январь 1970-го, был вызван попыткой отделения самопровозглашенного государства Беафра восточной провинции Нигерии. Конфликт произошел в результате политических, экономических, этнических, культурных и религиозных трений, которые предшествовали формальной деколонизации Нигерии в 1960-1963 годах. Большинство людей в ходе войны умерли от голода и различных заболеваний. Всего около 1 миллиона погибших. На 24-м месте у нас расположилось японское вторжение в Корею. Японские вторжения в Корею или Имдинская война происходили между 1592 и 1598 годами. Первоначальное вторжение произошло в 1592 году, а второе вторжение в 1597 году, после короткого перемирия. Конфликт завершился в 1998 году выводом японских войск. Погибло около 1 миллиона корейцев, а потери японцев остаются неизвестными. На 23-м месте у нас Ирано-Иракская война. Ирано-Иракская война – вооруженный конфликт между Ираном и Ираком, который продолжался с 1980 по 1988 годы, что сделало его самой длительной войной 20 века. Война началась, когда Ирак вторгся в Иран 22 сентября 1980 года и закончилась патовой ситуацией 20 августа 1988 года. С точки зрения и тактики, конфликт был сравним с Первой мировой войной, поскольку в ней использовалась крупномасштабная траншейная война, пулеметные точки, штыковые атаки, психологическое давление, а также широко применялось химическое оружие. 22-е место – Осада Иерусалима. Самый старый конфликт в этом перечне, он произошел в 73-м году н.э., стал решающим событием Первой иудейской войны. Римская армия осадилась и захватила город Иерусалим, который обороняли иудеи. Осада закончилась разграблением города и разрушением его знаменитого второго храма. По словам историка Иосифа Флавия, во время блокада погибли 1 миллион 100 тысяч и миллион гражданских лиц, в основном в результате насилия и голода. И на 21-м месте у нас Корейская война. Длящася с июня 1950 по июль 1953 года Корейская война была вооруженным конфликтом, который начался, когда Стивенная Корея вторглась в Южную Корею. Организация Объединенных Наций во главе США пришла на помощь Южной Корее, в то время как Китай и Советский Союз поддерживали Северную Корею. Война закончилась после того, как было подписано перемирие. Была создана демилитаризованная зона и проведен обмен военнопленными. Тем не менее, мирный договор подписан не был. Две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны. И на 20-м месте у нас Мексиканская революция. Мексиканская революция, которая длилась с 1910 по 1920 годы, коренным образом изменила всю мексиканскую культуру. Учитывая, что тогда население страны составляло всего 15 миллионов, потери были ужасающе высокими. Но численные оценки сильно различаются. Большинство историков сходятся в том, что погибли полтора миллиона человек, а почти 200 тысяч беженцев бежали за границу. Мексиканскую революцию часто относят к категории наиболее важных социально-политических событий в Мексике. И к тому, что она одно из самых больших социальных потрясений 20 века. На 19-м месте у нас Завоевание Чака. Завоевание Чака – это термин, используемый для серии массовых и жестоких завоеваний в Южной Африке, которые вел Чака, знаменитый монах королевства Зулу. В первой половине 19 века Чака во главе большой армии вторгся и разграбил ряд регионов в Южной Африке. По оценкам, при этом погибло до 2 миллионов людей из коренных племен. На 18-м месте у нас Кагурёско-Суйские войны. Ещё одним конфликтом с применением насилия в Корее были Кагурёско-Суйские войны. Серия военных кампаний, которая вела китайская династия Суй против Кагурё, одного из трёх королев с Кореи, в 598-х по 614-е годы. Эти войны, которые в конечном итоге выиграли корейцы, стали причиной гибели 2 миллионов человек, а общее число погибших, вероятно, гораздо выше, поскольку не были учтены потери корейцев среди гражданского населения. На 17-м месте у нас Религиозные войны во Франции. Также известны как Гугенотские войны и Французские религиозные войны, которые велись между 1562-ми и 1598-ми годами. Являются периодом гражданской межзоусобицы и военных противостояний между французскими католиками и протестантами Гугенотами. Точное число войн и их соответствующие даты всё ещё обсуждаются историками, но предполагается, что при этом погибло до 4 миллионов человек. И на 16-м месте у нас Вторая Конголезская война, также известная под несколькими другими названиями, такими как Великая Африканская война или Африканская мировая война. Вторая Конголезская война стала самой кровопролитной в современной истории Африки. В ней непосредственно участвовали 9 африканских стран, а также около 20 отдельных вооружённых групп. Война велась в течение 5 лет с 1998 по 2003 год и привела к 5,5 миллионам смертей, главным образом за счёт болезни и голода. Это делает Конголезскую войну самым смертоносным конфликтом в мире со времён Второй мировой войны. На 15-м месте Наполеоновские войны. Длившиеся между 1803 и 1815 годами, Наполеоновские войны были серией крупных конфликтов, ведущихся с Французской империей во главе с Наполеоном Бонапартом против множества европейских держав, сформированных в различные коалиции. В течение своей военной карьеры Наполеон провёл около 60 сражений и проиграл всего 7, в основном в конце своего правления. В Европе погибло примерно 5 миллионов людей, в том числе из-за заболеваний. 14-е место и у нас тут 30-летняя война. 30-летняя война, которая велась между 1618 и 1648 годами, была серией конфликтов за гегемонию в Центральной Европе. Эта война стала одним из самых длительных и самых разрушительных конфликтов в европейской истории, а первоначально она началась как конфликт между протестантскими и католическими государствами в разделившейся Священной Римской империи. Постепенно война переросла в гораздо больший конфликт с участием большинства великих держав Европы. Оценки числа погибших существенно различаются, но наиболее вероятный подсчёт показывает, что погибли около 8 миллионов человек, в том числе гражданских лиц. На 13-м месте у нас Китайская гражданская война. Китайская гражданская война велась между силами, лояльными Гаминь-Дану, политической партии Китайской Республики, и силами, лояльными Коммунистической партии Китая. Война началась в 1927 году, а закончилась она по существу только в 1950 году, когда прекратились основные активные бои. Конфликт в конечном итоге, де-факто, привёл к образованию двух государств. Китайской Республики, ныне известно как Тайвань, и Китайской Народной Республики, материковая часть Китая. Война запомнила своими зверствами с обоих сторон. Миллионы гражданских лиц были преднамеренно убиты. На 12-м месте у нас гражданская война в России, которая длилась с 1917 по 1922 годы, вспыхнула в результате Октябрьской революции 1917 года, когда многие группировки начали бороться за власть. Двумя крупнейшими группами были Красная Армия большевиков и Союзные Силы, известные как Белая Армия. За пять лет войны в стране были зафиксированы от 7 до 12 миллионов жертв, которым в основном были гражданские лица. Гражданская война в России даже была описана как величайшая национальная катастрофа, с которой когда-либо столкнулась Европа. Ну и завершает первая часть завоевания Тамерлана. Также известный как Тимур, Тамерлан был знаменитым тюркско-монгольским завоевателем и полководцем. Во второй половине XIV века он вел жестокие военные кампании в Запад, Южной и Центральной Азии, на Кавказе и на юге России. Тимур стал самым влиятельным правителем в мусульманском мире после побед над мамлюками Египта и Сирии, формирующейся Османской империей и сокрушительного разгрома Дилийского султаната. Ученые почитали, что его в военной кампании привели к гибели 17 миллионов человек, что составило около 5% тогдашнего мирового населения.